У нас в студии гость, известный писатель, журналист, поэт и публицист Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, добрый день. Здравствуйте, Света. Сегодня о Нижегородстве услышат ваше стихотворение в исполнении заслуженного артиста России Михаила Ефремова. На сцене концертного зала Юпитер состоится моноспектакль по вашим произведениям под названием «Гражданин поэт». Расскажите подробнее, что будет из себя представлять этот спектакль, поскольку известно, что вообще изначально «Гражданин поэт» является телевизионным проектом. Ну, прежде всего, это не моноспектакль, это спектакль, в котором участвуем мы все трое. Правильно, мне кажется, называть его ньюзиклом. Скажите, а эту музыку никак нельзя увести? Спасибо. Значит, ньюзикл – это такой новый жанр, в котором новости получают театрализованное, литературное, в некотором смысле перформансное обыгрывание. Я пишу стихи на злоб дня, стилизовав их под кого-нибудь из великих, потому что такая стилизация как бы напоминает сразу же, что мы живем в богатом историческом контексте, и что все уже бывало. Михаил Ефремов играет этого поэта и от его имени читает стихи, а Андрей Васильев – замечательный журналист и один из создателей идеологов-коммерсанта. Он как раз ведет все это мероприятие, попутно объясняя, что там будет происходить, рассказывая как-то залу, как это создавалось. И кроме того, мы с залом играем в такую интерактивную игру. Мне из зала дают тему, и я к концу вечера сочиняю штишок по заказу, просто чтобы показать, что мы все делаем по-честному. Так что приходите, там, я не знаю, правда, есть ли билеты, но если есть, то мы попробуем, а если нет, ну, в конце концов, мы принесем стулья. Просто было бы неправильно рассказывать об этом и не позвать. Скажите, вот если возвращаться к предыстории, телевизионная версия «Гражданина поэта» исчезла с экранов наших после пятой программы, насколько мне известно, а шестую к показу уже не допустили. По каким причинам, если можно, расскажите? Она сроду не была на ваших экранах. Она всегда присутствовала в ваших мониторах, на компьютере, на таком компьютерном телевидении под названием «Дождь». После пятого ролика у нас случилось мирное, но вполне решительное расставание с продюсерами «Дождя», потому что, как правильно заметил Андрей Васильев, если вы пытаетесь сделать нашим и вашим, будет однозначно вашим, и вдобавок плохо. Там у нас попытались мне показать, как написать стихи, сказав, что зато таким образом они повысят капитализацию канала. Я сказал, что у меня есть моя собственная капитализация, которую я не хочу таким образом снижать, публикую за своей подписью плохие тексты. В результате мы перешли на телеканал «Живи», показываем это на «Ф5» и на «Эхо Москвы», и, в общем, по-моему, никто от этого не проиграл. Скажите, а почему Михаил Ефремов именно? А почему бы и не Михаил Ефремов именно? Хороший артист, заслуженный. Нет, на самом деле просто, ну, знаете, наличие у него титула заслуженного артиста меня интересовал меньше всего. Ну, может быть, он сам инициативу проявил, нет? Нет, ну, мы давно уже дружим с Михаилом Ефремовым. Я ученик Андрея Васильева. Когда-то Васильев и Ефремов вместе снимались в фильме «Ин и Туманян», когда я стану великаном. Случилось так, что я был внештатником Васильева в Московском самуле и знал их обоих года с 1982-го. Вдобавок, я тоже один из учеников Туманян, который я считаю «Сорствие небесное» совершенно первоклассным режиссером. Ну, и так получилось, что вот мы, когда встречали на том же канале «Дождь» Новый год 2011-й, то там возникла идея, почему бы Миша не читать какие-то стихи костюмные с переодеванием, входя в разные образы, что он очень любит. А почему вдруг вот не привязать это к политике? Вот я пишу политические стихи для «Новой газеты», почему бы мне не делать их для Мишного телепроекта? Ну, и когда это началось, то оказалось, что это довольно популярная идея в массах, и мы решили продолжить. А насколько должен быть подготовлен зритель к этому, так скажем, как вы назвали, мюзику, и вообще, может быть, к вашим произведениям? Ну, это довольно демократичный проект, и даже, я бы сказал, культуртрегерский. В том смысле, что мы же просто пытаемся пропагандировать русскую классику, мы напоминаем читателю о том, как мы богаты, и о том, что всё уже в нашей истории, в общем, было, она циклично, всё это повторяется, и нечего отчаиваться, они из таких ям выбирались. Поэтому я думаю, что как раз подготовка здесь нужна на уровне средней школы, чтобы читатель знал, что вот был такой поэт, например, Бродский или, например, Пушкин, или Пастернак, который у нас сейчас в планах. Ну и просто достаточно, понимаете, тут даже не в дело не в открытости, а в его способности, в принципе, воспринимать стихи, а никакая гуманитарная филологическая подготовка для этого не нужна. Нужен историко-культурный интерес. Но всё-таки тематика стихотворений так или иначе затрагивает, как Вы сказали, на злобу дня какие-то события, которые, кстати, вот у меня возник такой вопрос. Со временем те или иные события, которые обсуждаются, они теряют свою актуальность. Вот наполнение спектакля «Гражданин поэт» со временем меняется в связи с этим? Или всё-таки они остаются актуальными? Ну, во-первых, Вы сильно переоцениваете современную российскую историю. К сожалению, она вошла в ту фазу, когда течение, как Вы сказали, как сказал бы Слата Повщедрин, история прекратила течение свое. То есть всё несколько замедлилось. Это раньше называлось застоем. Я бы назвал отстоем сегодняшнее положение дела. Но просто это всё немножечко так замедлилось. И всё, что было актуально год назад, оно сейчас ещё актуальнее вдвойне. Вот только что там показали, скажем, «Медведя», пьесу, которую я написал три года назад, она за это время обрела совершенно болезненную актуальность, сколько я мог судить по премьере его в школе современной пьесы. Так и здесь. Актуальность не утрачивается. Ну и потом, ведь русский человек любит поностальгировать, вспомнить больше, чем любой другой. И может быть потому, что как раз вообще воспоминания у нас серьёзная ценность. Мы любим архайку, любим историческую память. И это, знаете, как перебирать старые фотографии. Смотри, какой я был. А вот смотри, какой был Путин, смотри, какой был Медведев. Все перебирают эти фотки вместе с нами за год. И веселятся. Я напомню, у нас в гостях известный писатель, журналист, поэт и публицист Дмитрий Беков. Дмитрий, скажите, вот ваше стихотворение часто характеризует именно таким словами, как «на злобу дня» написанное произведение. Какие последние события, произошедшие в России или в мире, вдохновили вас на новое произведение? Во-первых, меня очень редко так как раз называют, потому что меня знают больше как лирического поэта. Я лирику пишу последние лет 30 из своих 43, а «на злобу дня» я стал писать последние лет 15. Ну просто я, видимо, всего своего возраста. Да, вы как раз вот застали. Ну, что касается последних каких-то событий, то только что вышел у нас вот очередной гражданин поэт, вчера появился в сети. И это ситуация с Тимошенко и Януковичем. Конечно, она напоминает ситуацию Хамы Брута с Паночкой. То он на ней, то она на нем. Потом Вия приводит такого из «Газпрома». Все очень похоже. Вот. А еще уже после этого я напечатал в собеседнике стишок на сходную тему о том, как я каждого политика начинаю любить. Пусть то, как его посадили, как полюбил Гусинского, полюбил Ходорковского, полюбил Тимошенко и что не дождусь, когда смогу полюбить Януковича. Вот около месяца назад прошла встреча Владимира Путина с видными литературными литераторами страны, на которой, кстати, был Захар Прилепин и, например, Дарья Донцова. Вот были ли вы на этой встрече? Как относитесь вообще к подобным мероприятиям? Возможно, не знают этого наши слушатели. И в целом, как вы оцениваете взаимодействие государства и развитие нашего искусства? Ну, видите ли, мне с моим искусством, если это можно так назвать, гораздо проще. Мне государство, в общем, должно помогать только одним, как там и сказала Таня Устинова, подруга моя любимая, значит, не надо нам мешать, а помогать не надо, мы справимся. У меня примерно такой же подход. Это монументальному искусству нужна государственная поддержка, кинематографу. А простые вещи, там, живопись, театр, одинокие кустарные дела, как называл Такуджава, нам никакая господдержка не нужна. Нам, конечно, желательно, чтобы поддерживались толстые журналы, но если государство не сможет, то мы перетопчимся, в общем. У меня вообще есть такая идея фикс, что писатель должен зарабатывать собственным трудом. У него должна быть вторая профессия. И писательство — это хобби. Ну, потому что, когда начинаешь зависеть от гонораров, начинаешь писать то, что хочет читатель. А это очень мешает. Лев Толстой, он сколько всего делал, да, усадьбой занимался, школу делал, издавал публикаетический журнал «Ясная поляна», Достоевский журнал и делал, Некрасов. Чем мы хуже-то, собственно, что мы без руки совсем? Ну, с другой стороны, наверное, когда писатель хочет быть продаваемым, не начнет ли он писать то, что нужно публике, а зачастую это простая электристика? Вот я об этом и говорю. Писатель не должен думать о том, как его продают. Писатель должна быть хорошая вторая профессия. Учитель, журналист, ученый, филолог, пожалуйста, это не ограничивается. Вот. Ну, если, скажем, там в свое время великий певец Ворошила делал колбасу, и очень хорошую, кстати, колбасу, ну что же здесь унизить, да? Что касается встречи с Владимиром Владимировичем Путиным, я, значит, никаких вопросов к нему не имею. Я имею к нему одну просьбу, но поскольку я человек очень воспитанный, я, наверное, не смог бы ему в лицо это сказать, или, может, и с робости какой-то. Я бы очень хотел, чтобы он не баллотировался на следующий срок. Вот он сейчас как раз встречу такую провел с редакторами разных телеканалов, там к нему пришли Эрнст Кулистиков и Добродеев, и вот он говорит, ну, в истории бывали такие переломные, кризисные моменты, когда должен быть один человек во главе, а вот пройдет этот кризис, и мы его сменим. Но это, понимаете, все равно, как если бы ветеринар вам говорил, вот вы выздоровеете от воспалений легких, тогда мы вам позовем нормального врача. Ну, понимаете, тот же кризис-то из-за того как раз, что они там сидят безвылазно. Вы уйдите, и не будет кризиса. Страна сама решит свои проблемы, она вылезет как-то. Но он принадлежит к той спецслужбе, которая по роду своих занятий очень плохо думает о людях. И вот ему почему-то все время кажется, что вот если он уйдет, тут же все рухнет. Это совершенно не так. Наоборот, очень много интересного начнется, и люди вздохнут свободно. У них исчезнет ощущение какой-то тошноты навязчивой, потому что, ну как, господствует вранье, какие-то постоянные лакировки, абсурдные совершенно эти спортивные строительства вещи. Дикие какие-то люди сидели на встрече с Медведевым, говорили, как прекрасно он все делал, и пусть бы он продолжал. Тотальная какая-то имитация. Ну вы уйдите, вы увидите, как будет хорошо, и вам хорошо, и нам хорошо, а вы будете где-нибудь жить в каком-то прекрасном месте, там у вас можете гораздо больше внимания уделить, там, я не знаю, любви, дружбе собакам. Но я не могу этого ему сказать, а он вас вряд ли слушает. Поэтому вот так и остался мой месседж недошедшим до него. Ну мы запишем, если что, передадим. Я в этом не сомневаюсь. Есть кому передать, не вам ничего. Ну мы уйдем от политики, вернемся, так скажем, к творчеству. Вот вы говорили о том, что писатель должен иметь вторую профессию. Вы так или иначе связаны со многими средствами массовой информации, что касается журналистики, да, это и радио, и телевидение, и пресса. С телевидением не связано. Ну вы работали все-таки. Было дело, да, 4 года назад. Были когда-то хотя бы, да? Вот где вам комфортнее находилось, работалось или сейчас работаете? Где вы считаете, на ваш взгляд, есть большая свобода слова? Наибольшая свобода слова, когда я сижу и пишу что-нибудь свое. Тут меня никто не стесняет. Я абсолютный ботаник по жизни. Я лучше себя чувствую за компьютером. Желательно, чтобы где-то, конечно, вокруг были любимые люди, но чтобы не слишком много народу, тем не менее, препятствовало мне работать. Я люблю вот это одинокое литературное дело. Я неплохо себя чувствую в школе. Я люблю преподавать. Мне нравятся дети. Какие-то их мысли бывают иногда так нетривиальны, что иной раз и статью какую-нибудь можно построить, на этом, разумеется, сославшись. То есть мне интересно с ними разговаривать. Меня как бы заводит вообще сама школьная ситуация. Потом все-таки общение с молодежью заставляет понимать, что вот главные проблемы это там не Путин, не Медведев, не деньги, не карьера. А вот любят, не любят. Вот их 10, 12, 17-летних действительно волнуются серьезные вещи. Поэтому с ними мне очень увлекать. Но вы какие-то просто жизненные советы им даете. Наверняка они только про литературу разговариваете. Я стараюсь грешным делом актуализировать как-то литературу, но у меня требование очень простое, чтобы школьник читал то, что есть в программе и мог ответить на вопросы по тексту. Поэтому разговоры о жизни я оставляю до внеклассных мероприятий. А то, знаете, есть такие учителя, которые очень любят про жизнь потрепаться, а класс в результате ЕГЭ не сдает. У меня хорошо сдают ЕГЭ. А вы, кстати, за ЕГЭ или против? Я против ЕГЭ, но учитель работает в предложенных обстоятельствах. Вы наверняка не впервые в Нижнем Новгороде. Потому что раз 20-й, наверное. Вот есть ли у вас пара строк о нашем городе, о том, что может быть с ним связано? Нет. У меня нет такой практики, что вот я приехал в город и сразу написал о нем пару строк. Но у меня с Нижним Новгородом связаны зато блестящие кинематографические воспоминания, потому что я единственный раз в жизни писал сценарий документального фильма, четырехсерийной картины «А был ли Горький» и его, значит, юбилею в восьмом году. Мы сняли такую с Давидом Ротбергом, замечательным режиссером, на Ленинградском телевидении, на Петербургском, на Пятом канале, сняли такой четырехчасовой фильм и, значит, четыре серии эти. И я в Нижнем тут у вас снимался и, значит, изображал бурлака в ледяной воде, таскал, значит, воображаемую боржу. Естественно, это в фильм не вошло, как и всегда бывает. Знаете, когда Господь создал все нужное нетрудным, а трудное ненужным. Но вот те незабываемые пять дней, которые мы здесь провели снимаючи и в Горьковском музее, и всегда. Я сынка сюда свозил, ему очень понравилось. И он, значит, именно после этого изъявил желание стать режиссером и учится теперь в киношколе. Он понял, что это лучшая профессия. Все вокруг шуетятся, а он командует. Ему очень понравилось. Ну и в завершение все-таки хотелось услышать от вас какое-нибудь стихотворение, естественно, вашего авторства. Возможно, это будет первое стихотворение, которое вы написали. Кстати, в каком возрасте оно было написано? Не дождетесь, я не буду читать первое свое стихотворение. А о чем оно было хотя бы? Это была драма в стихах. Но я... Хотя вообще можно, пожалуй, да, но очень хорошо выражает мою жизненное кредо. У меня был такой заяц бежевый, плюшевый, его звали Бежевичок. Это был разговор между ним и лисой. Дорогой Бежевичок, сядь ко мне на язычок, не хочу лиситься, на твой язык садиться. Я думаю, что это мою жизненное кредо. Ну что ж, вот на этой ноте, я думаю, мы завершим нашу увлекательную беседу. Большое вам спасибо. Спасибо. Напомню, в гостях в радио Нижний Новгород был Дмитрий Бек.